Здравствуйте, друзья! Ой, жарко, не могу. Да какой-то кошмар. Вот понимаете, сегодня уже какое, 15 сентября. На улице у нас такая жара стоит. Ну, правда, вечером уже стало прохладно ночью, но днём жарища. Ну, плюс 25, наверное, до 30 ещё есть. Посмотрите, в чём я хожу на работе. А вот. Сегодня встала, скупалась, уложила волосы, сделала себе прическу. Такая была вся она шикардосе. Пошла, на территорию сходила, поработала, пришла, прически как не было. Короче, прическа куда она и делась, как будто бы её и не было. Вот, лепила уже, лепила, лепила, лепила. Итак, что осталось? И маникюр. Если что, извините, видите какой. Ну, не может быть уборщица, быть красива маникюра. К сожалению, такая у меня работа. К сожалению, такая работа. Маникюра хватает на несколько дней. Всё, всё. Ну, вот, будет у меня время, может, на днях сделаю. Короче говоря, праздник прошёл. Начинаются серые, унылые будни. Это я в Геленджике выглядела шикардосно. Неделю. И, наверное, неделю или две после. Всё, праздник прошёл. Начались серые будни. О чём я хочу с вами сегодня поговорить? Ну, ненадолго. Постараюсь как можно быстрее, чтобы вас не утомлять. Короче говоря, у моей одной подписчицы, хорошей ютубовской знакомой, ну, можно сказать, подруги, которую я очень уважаю, Ольге Мигуш, случилась беда. У неё тяжело заболел сын. Ну, и она попросила помощи. Я вот несколько дней ходила, думала, думаю, надо это мне или не надо. Но всё-таки решила выступить, потому что душа у меня болит. У неё сын такой, примерно возраст, там, как моя дочка старший. Тяжело заболел. Думаю, ну, чем помочь? Ну, я не смогла пройти мимо и хочу сказать пару слов. Дело в том, что, понимаете, человек попросил помощи. У неё больше тысячи подписчиков, где-то 1200, и не помог практически никто. Никто. Ну, я перевела там, пару переводов сделала, но, наверное, мне кажется, я по комментариям поняла, что особо-то люди сейчас не стремятся помогать. А почему? Потому что в последнее время люди не верят никому. ютубовские блогеры очень сильно скомпрометировали друг друга. Очень сильно. За последний год люди очень сильно разочаровались. Особенно вот в таких вот простых блогерах, в деревенских каналах. А как это произошло? Почему? Ну, вот есть такие два очень больших канала. Называется «Городские колхозники» и «Деревенский дневник очень многодетной мамы». Деревенский дневник очень многодетной мамы. Там у них вообще полмиллиона почти подписчиков, понимаете? И они постоянно ноют, клянчат, просят деньги, зарабатывают 200-300 тысяч в месяц. Они постоянно клянчат. То на сено, то асфальт положить, то скотину новую купить. Короче, то-то-то-то аферисты. Аферисты, бессовестные твари. Аферисты. А «Городские колхозники», я была на них, там, это Ольга и Евгений Быковы. Ну, сволочи, понимаете? Конченые. А люди как дураки, вот верили им, деньги поставили. Короче, «Городские колхозники» произошла такая ситуация. Я на них была раньше подписана. Я тоже уважала эту женщину. Она такая сильная, знаете, баба-мужик. Васильевна. Ее называют еще сейчас «Мандатра». Канал «Смех с мехом». Вон, сходите, посмотрите. На розу шпатель, «Смех с мехом». Там разоблачения такие идут. Короче говоря, год назад где-то у нее заболел внук. Примерно год назад. У него обнаружили белокровие, рак крови. Ну, деревенские блогеры, известные каналы, Диана Строгая, Дневник Казачки, Татьяны Казачки. Бросили клич помочь городским колхозникам. Люди откликнулись. Там, лорки на деревне. Ну, лорки на деревне вообще я не уважаю. Она такая скользкая нашему вашему. Люди скинулись и с миру по ниточке насобирали больше 10 миллионов рублей. Больше 10 как бы не около 20 миллионов рублей. А когда с них люди потребовали отчет, вот те же самые начался большой скандал. Та же самая Татьяна Казачка, которая кинула клич на сборы, она потом кинулась, до нее дошло немножко. Она потребовала с них отчет. Отчет они никакой не предоставили. Короче, там такая война была. на блогерском поприще. И они присвоили. Оказалось, что внука лечат бесплатно. А она за эти деньги, которые люди собрали, сделала себе в доме ремонт, купила в ипотеку сыну дом и тут же его то ли квартиру, то ли это. Потом эту ипотеку заплатила вот этими деньгами, которые люди собирали на лечение внука. Ну, короче, живет и процветает, живет и здравствует. А люди остались разочарованы в разбитого корыта. Вот смех, смехом, сходите, крозит шпатель, да, посмотрите. Там еще раз облачитель был, Светлана без обмана про них. Короче, случился большой скандал, и люди теперь никому не верят. Не хотят друг другу помогать. Но дело в том, что я, Ольге Мигуш, верю. Вот не знаю, почему. Вот верю, и все. Не знаю. в ней нет такой наглости, вот этой вот борзости, как вот в канале Елена Васильевна, канал городские колхозники, вот это вот. Потом Оксана Булат, тоже такая вот, там, аферистка. В ней нет такого. Я считаю, что она говорит честно. У нее там есть видео, вы, наверное, многие ее знаете, да, Ольгу Мигуш? Она, у меня есть в подписках, ну, кто зайдет ко мне, кто со мной общается, наверное, те знают ее. Я к ней часто хожу, она ко мне тоже часто заглядывает. Дело в том, что у нее сына, я записываю второе видео, я в первом видео неправильно сказала, я оговорилась, я сказала флегма, но у ее сына не флегма, у ее сына флегнома, флегнома. Вызывает эту флегному золотистый стафилококк. Ну, вот он живет, наверное, в организме практически у каждого человека. У каждого. Ну, он съедает человека практически ж заживо, но тогда, когда у человека ослабляется иммунитет. Вот он плавает по телу, где есть ранка, он там прилепился, начинается воспаление. Вот если глаз, я смотрела в интернете, начинается, как будто ячмень на глазу, на пальце прицепится, похоже на панарицы, на ноге, похоже на рожу. Но если это заболевание очень опасное, флегнома, очень опасно, если его вовремя не поставить правильный диагноз и не начать лечить, оно лечится только оперативным путем. То человек вплоть до смерти или, начиная с гангрены, отрезает ногу, руку, вот это все, и если вовремя не лечить, может быть заболевание, заражение кровью, понимаете? Температура зашкаливает за 40 у человека, человек горит, сгорает весь, гноем истекает и все. Вот такая редкая, она в наше время редкая, но очень тяжелая, опасная болезнь. Парень не лежачий, фу, парень не ходячий, парень лежачий, молодой парень, ему порезали ногу, там то ли 6, то ли сколько этих, разрезов сделали, там выкачивали гной, там дренаж, то да сё, а вы же сами понимаете, какая у нас сейчас медицина. Кстати, внука городские колхозники лечили бесплатно, но дело в том, что Ольга Мегуш, как это и я, живет в маленьком провинциальном городе, она в Украине живет, а я в Батайске, у нас вот, если утку санитарка бесплатно не вынесет, утку вынести, надо деньги платить. И медсестрей за каждый укол, за каждый, там может у них там даже профессиональный, маленький городочек, может у них там даже не бинтов, может не шприцов, не капельниц, лечение очень долгое. Я смотрела про лечение, лечение длится больше месяца, примерно месяц. И парень не ходячий, парень лежачий. Короче говоря, я переслала, сделала перевод, два перевода я сделала, ну, какую сумму я не скажу, какую я сумму переслала, зачем это, ну, а вы если сможете, ну, понимаете, я знаю, что мы сейчас все нищие, все, Украина, Россия, мы простые работяги, я тоже простая уборщица, понимаете, я простая уборщица, что я могу. Но мимо этого я пройти не смогла, потому что сын ровесник, примерно моей дочери, я долго думала, делать это видео или нет, но решила, что я сделаю. Перевод стоит, сделать перевод, 30 рублей, может, у кого есть там лишнее, ну, ну, по копейке, я никого не заставляю, сразу говорю, не заставляю, я даже не заставляю комменты под своим видео писать, вы, мнение, ну, а если хотите, пишите, хотите, нет, я всех люблю, всех уважаю, не обижайтесь, если я так сказала, дело в том, что, понимаете, ну, если у вас есть там лишних 50 рублей, ну, мужчины там, ну, не купите лишнюю пачку сигарет, кто-то на меня иногда приходит ко мне, а сделайте перевод парню, может, мать ему там лишний йогурт купит в больнице, передаст, отнесет, ну, 50 рублей, 100 рублей, у кого есть, не заставляю, но если у вас есть возможность, то, я думаю, что она будет рада, мне лично от нее ничего не надо, ничего, я с этого видео ничего не имею, если она увидит это видео, ну, скажет мне спасибо, мне будет приятно, если она скажет спасибо, больше мне от нее ничего не надо, я это не для своей выгоды, не для чего делаю, а чисто, знаете, как по одуновению моей души, номер карты, я оставлю под видео, если у кого будет желание, желание, возможность, ну, возможность, у всех-то есть, ну, что там, 50 рублей лишних нету, лучше, я думаю, что есть у каждого, 50-100 рублей, а просто на это надо иметь желание, я думаю, что она не врет, на такой болезни врать нельзя, это невозможно, я видела ее глаза, видела ее лицо, ее слезы материнские в глазах, я считаю, что парню надо помочь, хотя бы восстановление, сейчас же, наверное, шприцы, бенты, капельницы, ну, сами понимаете, так что, друзья, дорогие, у кого возникнет желание, помогите женщине поднять сына на ноги, ну, ну, что, всем счастья, тепло, светлого, чистого неба над головой, я желаю, и прежде всего, здоровья, здоровье в наше время, это самое такое важное, и которое не купишь ни за какие деньги, я считаю, если болезнь запущенная, но пока, ему сделали операцию, он сейчас лежит, но пока, если есть возможность, я считаю, что парню надо помочь, все, мои дорогие, не болейте, всех целую, всех уголю, пока, пока. Пока.